всем привет сегодня наверное расскажу о тех трудностях с которыми я сейчас столкнулась и они в первую очередь внутренние это неумение делать первый шаг а именно внутреннее сопротивление какой-то медийности основано она в первую очередь на какой-то неуверенности в себе а во-вторых на непонимание что именно я хочу транслировать в мир как я уже говорила ранее у меня есть три вектора моего внутреннего развития сейчас это программирование сноуборд и творчество и в данный момент единственное как я знаю опыт в развитии какого-либо медийного движения у меня есть только в творчестве но он у меня немножко зачах в связи с переездом и на самом деле он выглядит как немного такой замкнутый круг нет клиентов нет работ нет творческого развития и соответственно нет клиентов нет работы нет творческого развития вот я нахожусь немножко сейчас таком замкнутом круге потому что даже я открыта во первых к творческим идеям вот на безвозмездной основе и поэтому и наверное в этом видео хочу сказать о том что на самом деле ищу команду который тоже было бы интересно какое-то творчество именно создание фото и видео контент с необычными образами с моим участием в качестве гримера художника вот поэтому надеюсь что это видео посмотрят люди которые смогут ко мне обратиться также второй конечно нюанс то что 80 процентов времени сейчас для меня занимает адаптация на новом месте она немножко для меня тоже внутренне такая серьезная я там несколько достаточно долгий период времени вообще не общалась с людьми сейчас на самом деле у меня есть такое некое новые новый вид общения как социальная работа на горном курорте вот и конечно нам отнимает у меня достаточное количество сил и времени и конечно же еще и параллельно учусь и это тоже занимает достаточно времени и у меня немножко не хватает концентрации наверное на какое-то развитие и хотелось бы конечно какое-то видео контента чтобы это было как бы с откликом еще с чем-то просто я могу наверное сказать что у меня есть некий опыт уже развитие творческого контента да и и он всегда был связан непосредственно с тем что это было всегда командной работой то есть тебя зовут ты работаешь на этих проектах ты ими горишь у тебя как бы перестают появляться вообще какие-то новые там желание и смысл у тебя весь смысл это сделать этот контент качественный красиво и сейчас я на самом деле вот немножко в таком подвешенном состоянии потому что состояние это называется лебедь рак и щука каждый тянет свою сторону ни на что не хватает времени и вот какая-то такая ситуация у меня сложилась на самом деле я там достаточно долго не выходила на связь родным домом на самом деле страны потому что это когда я сейчас все сделаю сейчас сейчас я короче все сделаю но у меня сейчас все-таки возникла такая как бы потребность попросить наверное помощи и я даже ну как бы я да я не знаю с какой точки мне стартовать потому что я не могу определить свою точку п то есть если у меня раньше всегда стояла моя моя позиция и какой-то обозримый понятный мне результат то сейчас я на самом деле не вижу этого результата и я не знаю к чему двигаться и то есть чтобы мне как бы добиться какого-то результата надо знать какой-то конечный итог а я его не знаю и мне на самом деле действительно немножко трудно и второй конечно нюанс что я все-таки больше реализатор а не генератор идей поэтому вот сейчас я нахожусь стадии когда у меня нет идей вот и некому мне их подкинуть потому что своих идей у меня как в творчестве так точно нету вот поэтому если у вас там есть какие-то где и вам хочется что-то реализовать вместе я буду рада если вы смотрите нас сочи и у вас есть тоже зажатый творческий потенциал то возможно это имеет смысл его совместить я открыто в первую очередь я работаю с фотографами и видеографами моделями на бартерной основе за контент за материалы то есть на сочин лояльных началах именно именно за творчество то есть вот такую историю я с удовольствием по сотрудничаю с вами ребята если вы нас смотрите отзовитесь мои контакты будут наверное там ниже указаны вот и второй нюанс что я на самом деле не знаю свою аудиторию ну и моя аудитория сейчас она достаточно такая токсичная есть такой нюанс что аудитория моих друзей это те перед кем не действительно наверное немножко неловко выставить такой контент я бы не хотела выставлять его даже перед ними потому что для меня это токсичная аудитория и я прекрасно знаю что если я получу какой-то негативный отзыв с их стороны то есть большая вероятность что я замкнусь перестану вообще что-либо делать поэтому вот такой нюанс что я сейчас на старте нахожусь с нулевой аудитории ну и у меня вот есть действительно большой страх моей старой аудитории на этом наверное в этом видео я закончу чтобы она не было слишком длинным всем пока надеюсь что успехи будут и всем добра